Здравствуйте! Это проект, который представлен порталом экзегет.ру, и в рамках его мы говорим о Евангелии от Марка, и сейчас поговорим о шестой главе. Шестая глава Евангелия от Марка – это такая часть евангельского текста. Изначально он ведь не был разделен на главы, был написан как единое целое. При разделении на главы, которое произошло на рубеже первого-второго тысячелетий, в эту часть попали несколько очень важных рассказов, которые для евангелиста самого обозначают то, что вокруг Господа Иисуса происходит, несколько разных, если хотите, вариантов того, как воспринимают его люди и что между Иисусом и людьми происходит. Начинается шестая глава с короткого рассказа о том, что Господь в своем собственном селении, в своем собственном отечестве ничего не может сделать. Практически оказываются невозможными для него никакие ни чудеса, ни исцеления, потому что людям кажется, что они его хорошо знают, людям кажется, что они к нему привыкли, они говорят, ну что мы его знаем, да вот он плотник, что он может такого сделать. И евангелисты свидетельствуют о том, что Господь Иисус дивился неверию своих соплеменников и не мог, кроме, может быть, нескольких исцелений, совершенных почти тайно. Ничего не мог в этой ситуации сделать. И Господь здесь вспоминает слова Священного Писания, Ветхого Завета, говоря, что, ну, не бывает, собственно говоря, это Ветхозаветная традиция, скорее даже вне библейской, не бывает, чтобы пророка не приняли, кроме, если только не в отечеству своему, в доме своем, мне кажется, это достаточно тоже важная вещь, потому что привычность к встрече с Богом, если можно так выразиться, да, привычность людей к тому, что Господь так или иначе среди нас присутствует и действует, иногда может оказаться ужасным, почти непреодолимым препятствием. Вот они знают, думают, что они знают Иисуса, и уже поэтому не очень-то им и интересно его слушать. И это, вообще говоря, одна из немногих ситуаций, когда между людьми и Богом оказывается совершенно непроходимая стена, непроходимая не только со стороны человека, но и со стороны Бога. Вот эта иллюзия того, что мы все знаем, мы все знаем, она повторяется в самых разных контекстах духовной истории человечества. И на самом деле всегда, когда нам кажется, что мы уже про Бога все поняли и все знаем, мы, как и эти жители Назарета, не способные ни услышать, ни принять Иисуса Христа. Это чрезвычайно поучительная вещь, которую важно о себе помнить. Так устроены люди. Бог всегда будет оставаться для нас некоторой загадкой. И более того, думать, что тебе уже известны все отгадки, ну, по меньшей мере, наивно. Дальше в шестой главе располагается краткое упоминание, буквально в нескольких предложениях, рассказ о том, как Господь отправляет своих учеников в разные места свидетельствовать о себе, возвещать царство, которое в нем пришло в этот мир. И вот очень тоже важно увидеть, что Иисус этим своим ученикам поручает. Хотя надо сказать, что разные евангелисты рассказывают об этом несколько по-разному, но все-таки, наверное, некоторую инвариантную суть здесь не так трудно увидеть. Господь отправляет своих учеников возвещать, что приблизилось Царство Божие, проповедовать покаяние, значит, переворот жизни и поступков, и взглядов людей для того, чтобы эти люди могли войти в Царство Небесное. Собственно, свидетельствовать о том же самом, о чем и сам Господь Иисус говорит. Но вот посмотрите, важно очень было это и для христиан первого поколения и сегодня. Он говорит своим ученикам, что когда вы придете в какое-то поселение, и кто-то вас там примет в свой дом, даст вам ночлег, будет вас слушать, стараться понять, о чем вы говорите, замечательно оставайтесь. Если нет, ну хорошо, не надо ничего никому доказывать, просто выйдите и уйдите оттуда. И засвидетельствуйте, что это ваш выбор и это ваша ответственность. Понимаете, Иисус поручает своим ученикам свидетельство, но не поручает пропаганду. Он не говорит им, ищите аргументы, добейтесь, заставьте этих людей, которым вы пришли, и так далее, и так далее, да, как-то поверить. Он предлагает им пойти, засвидетельствуйте и идти дальше. Примут или не примут это свидетельство об Иисусе Христе, свидетельство, которое принесут ученикам. Это вообще говоря не их ответственность. В каком-то смысле, знаете, это продолжение логики, которую Бог предлагает в первых главах книги пророка Езекииля. Бог дает свидетельство, выбор, и ответственный за этот выбор нравственный, на том, кто его делает. Вот, что было принципиально важно для учеников Христа. И поэтому и дальше они так действовали. Они приходили в те или иные поселения, свидетельствовали о Христе, о Царстве Божьем, которое через него открывается в этом мире, но вовсе не делали из этого какое-то такое пропагандистское действие. Ну и, в общем, если называть вещи своими именами, то надо признать, что в современной жизни христиане далеко не всегда поступают так, как предлагает Иисус, а наоборот стараются всех либо в лучшем случае убедить, либо в худшем случае заставить. Ну или там какими-то еще действуют способами. Поэтому, конечно, этот рассказ чрезвычайно важен и поучителен. Дальше в шестую главу входит довольно пространный рассказ о гибели Иоанна Крестителя. Он не имеет прямого отношения к сюжету евангельского повествования, но Иоанн Креститель в те времена был человеком чрезвычайно важным, гораздо, может быть, даже более знаменитым, известным, чем Иисус из Назарета, потому что проповедь Иоанна Крестителя была хорошо известна, слава о нем разошлась, ну или, по крайней мере, весть о нем разошлась по всему почти народу Божьему, и гибель Иоанна Крестителя еще через поколение после этого продолжала считаться одной из самых трагических ошибок народа Божьего, людей, которые правили народом Божьим. И вот евангелист Марк рассказывает нам о том, что Ирод, правитель Галилеи, тот самый, который, собственно, и убил таким подлым, в сущности, образом Иоанна Крестителя, да, вот он об Иисусе думает, что, наверное, это Креститель, воскресший из мертвых. Рассказ, видимо, в первую очередь необходим был для тех людей, которые были учениками Иоанна Крестителя, знали его, и затем оказались перед необходимостью сделать свой выбор в отношении Господа Иисуса. Большинство из них, по-видимому, насколько можно судить, действительно пошли за Христом, да, но потому что они пошли за Христом, а не потому что они, как Ирод, там думают, что это там что-то, вот там воскресший Иоанн Креститель. Это тоже довольно важная вещь, потому что Ирод в данной истории представляет перед читателем еще один способ относиться к Иисусу. Вот я знаю, я придумал, я нашел себе объяснение, что это такое и кто это такой, и тоже ничего хорошего из этого не получается. Следом располагается чрезвычайно важная вообще в евангельской традиции история, которую мы называем традиционным насыщением 5000 пятью хлебами. Заключается она в том, что в некотором пустынном месте на достаточно большом расстоянии от поселений оказывается Господь Иисус, вокруг него множество людей, множество народу, которым, ну вот так получилось, что у них нет еды. Они пошли за Иисусом, думая, что они идут ненадолго, но просто не смогли перестать его слушать и уйти. И евангелисты другие, не евангелист Марк, рассказывают, что апостолы обращаются к Иисусу и говорят, ну хватит, хватит учить народу, отпусти им, потому что им надо пойти купить себе еды в окрестных селениях. Да, помимо всего прочего, чрезвычайно важно увидеть, что для Иисуса и его учеников это существенно, это существенно. Они совершенно не пытаются говорить, что вот там пища духовная, и нечего им задумываться о том, где купить себе поесть. Вовсе нет. И когда ученики предъявляют Иисусу эту толпу, говоря, что вот уже день склонился к вечеру, а они голодны, и они уже ничего себе нигде купить не сумеют, он говорит, он решает эту возникшую проблему. Правда, довольно неожиданным образом, конечно. Он говорит ученикам, вот вы дайте им есть. И когда оказывается, что всего лишь на всю эту достаточно большую толпу есть пять небольших хлебов и две рыбы, кажется, что ситуация безвыходная. Кажется. Но Господь делает то, что в Евангелии от Марка описано следующим образом. Рассадив этих людей рядами по 100 и по 50, он смотрит на небо, благословляет хлеб, преломляет его и раздает через своих учеников народу. И, в общем, конечно же, и для первого столетия, и для первого поколения это не просто некоторое такое действие или символ. Это довольно привычная вещь, потому что всегда, совершая благодарственную трапезу, израильтяне и Иисус со своими учениками в том числе поднимают глаза к небу, благословляют Бога за тот дар жизни, который Бог дал, и с благодарностью преломляют этот хлеб. И он действительно тогда становится не просто продуктом земли, но некоторым средством, через которое Бог дает людям жизнь. Конечно, это образ того будущего таинства, которое установит Господь Иисус на Тайной вечере, когда он раздает всем пришедшим к нему людям этот хлеб через своих учеников. Традиция использовать именно пять хлебов для совершения нашего главного таинства в разные исторические эпохи, то уходила на второй план, то снова возрождалась, но никогда не пресекалась до конца, потому что действительно очень важно для христиан увидеть, что именно Иисус делает, почему этой пище вдруг чудесным и постижимым образом становится для всех достаточно. Да, дело ведь не в технологии, как именно Иисус ее умножил. Все равно мы этого понять, скорее всего, не сможем никогда. Но важно именно поступок по отношению к Богу, что он делает. Вот эта благодарность, благословение, которое он произносит над хлебом, собственно, это благословение Бога. И можно почти с уверенностью предполагать, что это было типичное для того времени и для той культуры благословение со словами «Благословен ты, Господи Божий наш, Царь Вселенной, изводящий хлеб из земли». Этот дар жизни, который Бог дает через этот хлеб, мы принимаем именно, когда за него благодарим. Рассказ о преломлении хлеба – один из центральных, повторяющихся у всех евангелистов, потому что это, если хотите, такая оптика, которая дает христианам возможность увидеть свое самое главное, самое центральное в своей вере и в своих отношениях с Богом – таинство благодарения, таинство преломления хлеба, чтобы понять, что вообще происходит, когда мы это делаем, потому что это заповедовал нам Иисус. И в продолжении этой истории с питью хлебами, Марк ведь рассказывает ее очень коротко, опуская целый ряд подробностей, связанных с разговором о хлебе, об этом потом подробно будет записывать свидетельство свое евангелист Иоанн, пропуская историю о том, как эти люди хотят схватить Иисуса, или, как евангелист Иоанн пишет, нечаянно взять его и сделать царем. Да, евангелист Марк говорит о том, что ученики после этой истории видят в Иисусе некоторое действие, силы, которое превосходит природные стихии. Он ходит по воде, потому что после того, как пять тысяч были питью хлебами насыщены, ученики отплывают снова на другой берег, и начинается буря, вот Господь Иисус идет к ним по воде. Ключевые для понимания этого текста, этого рассказа слова, конечно, «это я, не бойтесь». Для того, чтобы почувствовать, что это могло означать, мне кажется, важно вспомнить, как почти теми же словами «это я, не бойтесь» обращается Иисус к ученикам после своего воскресения, когда и на море, и потом после воскресения ученики пугаются, думая, что они видят духа, некоторую такую кажимость. Да, может быть, это какая-то вселенского масштаба сила, совершающая чудеса вроде воскрешения или чудо над хлебами, но Иисус говорит им «это я, не бойтесь». Он вовсе не перестает быть человеком. Вот это вот сила и присутствие самого Бога, которые проявляются в человеке, одна из центральных и самых-самых важных тем для Евангелия вообще, и Евангелия от Марка в частности. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...